Во Франции, только что, как сообщает коммерсант, Парижский городской суд освободил Павла Дурова под залог в 5 миллионов евро, запретом покидать Францию. Это ли не подарок кремлевской пропаганде? Смотрите, сейчас появились такие уже нарративы, вот мы сейчас, Паша, предупреждали, возвращайся, давай перевози свою компанию сюда. Но ведь так все и получилось, ведь вышло так. Ну, отчасти это действительно подарок кремлевской пропаганде, потому что достаточно много накопилось упреков в адрес России, и по части несвободы слова, притеснения СМИ и всяких прочих источников информации. Вдруг вот, значит, кровавый режим Макрона арестовывает, сажает в Бастилию Павла Дурова, там, Светоча, свободы слова и независимости интернета и так далее, и так далее. Действительно, это так немножко выглядит, но я думаю, что это более такой сложный слоеный пирог, то есть причин для задержания и следствия в отношении Дурова, я думаю, что значительно больше, чем одна. Во-первых. Во-вторых, мы действительно не обладаем всей полнотой информации. То есть зачастую и в основном информация поступает через французские СМИ, которые, как ни странно, действительно живут в условиях свободы слова и говорят, что хотят. Зачастую такую совершенно лютую чушь. Соответственно, мы не можем сейчас четко определить и понять, в чем дело. Но, насколько мне удалось понять, все-таки подоплека задержаний и вот этих вот разбирательств уголовных дел в отношении Дурова, они лежат строго в плоскости европейских законов. Именно по вот этой харте интернета, вернее, европейский акт о интернете и так далее. То есть претензии к нему действительно существенные. Ни для кого не секрет, что на площадке Телеграма в этом ресурсе действительно есть очень много отчетливо криминальных аккаунтов, ресурсов и так далее. То есть там и наркотики, и более страшные вещи. И, например, лично я действительно недоумеваю, почему Телеграм регулярно это не вычищает. Андрей Сергеевич, как раз Телеграма-то вычищала. И мы видели на примере Баймарских событий, когда просто моментально удалились соответствующие каналы, где люди обменивались информацией. Также мы это видели в событиях в Дагестане, там в аэропорту тоже моментально по требованию властей все это удалялось. Так вот, ну в таком случае мы приходим к выводу, что власти России не требуют, что ли, вычищать магазины наркотиков, которые существуют у нас конкретно в российском сегменте Телеграма. Так, что ли, получается? Ну, получается, что требуют и умеют. Нет, если они существуют, эти магазины, совершенно безбедно и на постоянной основе, значит, никто не требует их уничтожения, а Телеграм сам их не уничтожает. Но это частная история. То есть, я к чему? К тому, что претензий к Дурову на самом деле может быть очень много. Ну, может быть, не те 12 пунктов, на которых там перечислены все грехи человеческие. Я уже про 20 слышал. Да, может быть и 20. Но действительно есть конкретные претензии. Я думаю, что надо подождать, посмотреть, как будут развиваться события, услышать реальные формулировки судебных претензий, потому что мы слышим сейчас только французские СМИ, ТФ-1 и так далее, и так далее. То есть, выпустили, обвинили, предъявили, задержали это все информацией ТФ-1. То есть, ни Министерство юстиции, ни судебные официальные пресс-службы пока никаких данных не дали. Вот интересно, он уже знал прекрасно, что на него есть ордер, выписанный французской прокуратурой, и он туда сам прилетел. Есть такое мнение, что он прилетел на какую-то сделку, а его прямо в Люборже повязали. Ну, вот насчет мнений и предположений о том, что Дуров собирался заключить сделку, Дуров собирался встречаться с Макроном и так далее, и так далее, это опять все порождение прессы. То есть, это наши рассуждалки. Фактической стороны вопроса мы не видим. В таких делах нужно все-таки придерживаться фактических моментов. Это на самом деле полезнее, потому что мы сейчас можем нафантазировать все, что угодно. Там и избиение детей, и там еще прочие какие-то вещи уже всплывать начали. Какая-то там секретная жена. Ну, все это вот на самом деле белый шум вокруг реальной истории. А как будет реально развиваться, посмотрим. Потому что, в принципе, претензии французского суда должны быть озвучены, если они вообще появятся. Конспирологические версии тоже существуют. Дуров был в Баку одновременно с Путиным. Что он там делал? На квадроцикле катался? Ну, Азербайджан не самая такая интересная страна, чтобы кататься по нему на квадроцикле. Потом он летит в Париж, и тут же его арестовывают буквально на подлете, подписывают ордер. Выглядит действительно забавно и странно. То есть, надо посмотреть, что происходит. Нет, ордер выдан был еще в марте. Нет, но ордер на обыске, да. А вот на задержание был ордер подписан в момент его приземления. Можно ли сейчас сравнивать Павла Дурова с Алексеем Навальным, который, я напомню, что даже при смерти признан террористом-экстремистом? И тот, и тот прилетели, зная, что их арестуют. Безусловно, нет. Это абсолютно разные занятия, абсолютно разные цели и задачи. То есть, я все-таки придерживаюсь того, что Дуров сначала бизнесмен и человек, зарабатывающий несметные деньги на гениально созданной социальной сети, а потом уже человек, вовлеченный во всякие политические, экономические процессы. То есть, сначала это бизнес. У покойного Навального был наоборот. Хотя бы поэтому их нельзя сравнивать. То есть, мало ли кто вернулся, зная, что арестуют. То есть, вернулся, зная, что арестуют, например, Ходорковский. Тоже признанный иноагентом, террористом, экстремистом. Да, в аэропорту Новосибирске. Да, на всей территории православного мира. То есть, соответственно, мало ли кто так поступал. У людей есть ошибочное представление, например. То есть, Ходорковский однозначно не верил в то, что его, например, арестуют, потому что он, ну, огромная величина. Тут Путин его просто переиграл. Навальный намеренно вернулся в Россию, зная, что его арестуют. И у него были другие цели и задачи. То есть, он считал, что это необходимо. С Дуровым, скорее всего, третья ситуация. То есть, это несравнимые вещи, абсолютно несопоставимые персонажи. Ну, вот смотрите, Дуров не выдал ключи Кремлю. Выдаст ли он ключи Елисейскому дворцу? Мы не знаем, выдал или не выдал ли он ключи Кремлю. Начнем с этого. Соответственно, мы не будем знать, передаст ли он эти ключи Елисейскому дворцу. Это все абсолютно закрытая информация. В том смысле, что вы уверены, что ваш аккаунт в Телеграме недоступен для спецслужб французских, российских, израильских, исландских, алжирских. Вот вы уверены в этом? Ну, это понятное дело, что никто не может быть уверен. Ну, это понятное дело, что никто не может быть уверены в том, что он 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 может быть уверены в том. Продолжение следует...